В 80-е годы были очень популярны портативные телевизоры, наподобие вот этого. Сделано их было тогда огромное количество. Редкостью они сейчас не являются, в том числе про них много видео снято уже. Но, думаю, моя демонстрация будет еще одним подтверждением того, что они до сих пор могут быть в рабочем состоянии, нормально показывать. Вот это телевизор Sony FD30A. Весит он 500 грамм, диагональ экрана 47 миллиметров. Кроме телевизора здесь встроенный AM-FM приемник, переключение диапазонов приемника здесь, на этой стороне корпуса. Далее переключение диапазонов телевизора, VHF со 2 по 13 канал и UHF с 14 по 69 канал. Регулятор громкости, настройка и включение и выбор телевизора или приемника. Внешние разъемы внешнего питания, наушников и видеовход можно использовать телевизор в качестве монитора. И здесь еще подстройки яркости и контрастности. Питание 4 батарейки 2А в контейнере находится. Подставка, конечно, довольно функциональная модель. Попробуем включить. Вот такая картиночка. Вполне нормальная картинка. Телевизор до сих пор в рабочем состоянии. Но единственное, что и это все портит, портит всю картину. Я, если я добавлю звука, мы услышим только шум. Несущие звука не совпадают. Другой стандарт. Все эти телевизоры куплены были в США. И приемник. Индикатор настройки приемника. Видно, что и приемник работает. И приемником можно пользоваться нормально. Реально. И еще у этого телевизора есть хорошенький чехол. Симпатичный. С одной полезной функцией. Сейчас я его вставлю в чехол. Вот так он выглядит от чехля. Вполне нормально. Здесь прорезь для подставки сзади. И вот то, о чем я говорил. Вот такой складной козыречек. Для защиты от яркого света. Например, в солнечный день яркий. Можно экран прикрыть. И будет гораздо лучше видно. Вот я включил. И как-то можно себе представить, как это будет выглядеть в яркий солнечный день. Я думаю, что эта функция вполне оправданная и полезная. И теперь телевизоры Panasonic TR-1030P. Они поменьше размером. Весят поменьше. Вес такого телевизора 370 грамм. Но здесь только телевизор без приемника. Диагональ экрана всего 35 миллиметров. И поэтому к такому телевизору имеется аксессуар. Прямоугольная линза. Что очень-очень даже полезно. Действительно. На практике. Если смотреть такой телевизор без линзы. То зрение надо длительное время смотреть. То его надо действительно напрягать. С линзой это будет гораздо лучше видно. И я покажу это на примере вот этих двух телевизоров. Они абсолютно одинаковые. Оба работают. И можно будет сравнить. Картиночки. И так и так. Здесь у нас переключатель диапазонов телевизора. Регулятор громкости. Сомещенный с включением разъема микронаушников. Разъем внешнего питания. Подставочка. Видите. Все очень стильно. Дизайн прекрасный. Изумительный вообще дизайн. Динпенсы всегда делали. И в данном случае они также показали себя с лучшей стороны. Отлично сделан телевизор. Никаких, как говорится, претензий. Питание 4 в завечке. 2А. Или же вот такой вот. Аккумуляторная батарея. Это оригинальная аккумуляторная батарея. Из 4 аккумуляторов по 1,2 вольта. 4,8 вольта. Так выглядит. И еще здесь есть в нем подстройка, конечно же, яркости и контрастности. На торце аналогично, как и у сон. Сейчас включим и посмотрим, как это выглядит. Звукового здесь тоже нет, к сожалению. Вот так выглядят картиночки. На один телевизор мы наденем линзу и посмотрим разницу. Разница существенная. Сразу видно, насколько удобнее смотреть такой телевизор через линзу. Добавлю еще, что у этих кинескопов очень большая яркость. Я до этого пробовал делать видео, у меня не получилось. Экран на видео получался полностью засвеченным. То есть на глаз такая яркость воспринимается нормально. Камера воспринимает ее неправильно. Поэтому в данном случае я яркость и контрастность на обоих телевизорах поставил на минимум. И вроде бы картинка уже сейчас видна. Тоже вполне нормально работают телевизоры. Несмотря на их достаточно большой возраст. И далее. Следующий телевизор, который я покажу. Это Sony FD40A. Этот аппарат уже побольше. Он весит килограмм. И диагональ экрана у него 4 дюйма. Вот, кстати говоря, обратите внимание. На чехле надпись «Трамп. Казино. Отель». Я этого аппарата упал довольно давно. И Трамп еще тогда политикой не занимался. Но вот сегодня это в тему. Вот так это выглядит. Питание здесь. 4 батареечки типа C. По бокам, что у них разъем внешнего питания. Настройка регулятора. Громкости. Разъем для наушников. Видео вход можно использовать как монитор. Я проверял, это работает нормально. Постройки яркости, контрастности, частоты кадров. Вход внешней антенны. И переключение диапазонов. И, собственно, кнопка включения. Симпатичный телевизор. Посмотрим, как он работает. Вот картиночка его. Вполне сносно показывает. Ну, надо сказать, что у всех этих телевизоров, конечно, от времени некоторые проблемы накопились. Это все проблемы, связанные с геометрией экрана. Идеально ее выставить на всех этих телевизорах не получается. Какие-то погрешности есть. Но смотреть можно. Если был звук, то в каких-то, скажем, походных условиях можно было бы воспользоваться такими телевизорами по назначению. Ну, а подробнее на страницах моего сайта об этих телевизорах. В том числе на этот телевизор там есть схема. У меня есть CRS-мануал. Я его полностью не размещал, но что-то есть. Есть ссылки на инструкцию по эксплуатации для панасоников. Много фотографий внутренностей. Подробности.